Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приятного просмотра от тем, кто кушает, приятного аппетита! Давайте начнем с самого общего начала, с чего все произошло. Это было 24 число вторника, я получается стримил по родине, все было отлично. Я завершил стрим и собирался запускать стрим по Амазингу. В итоге там спустя 10 минут я запустил стрим, начал стрим, там со всеми поздоровался, как всегда. Вы это все увидите, как это все происходило, и даже увидите, какой у меня был пароль на аккаунте. Я, получается, запустил стрим по Амазингу, поздоровался со всеми. Там зашло немного людей, человек, наверное, 20, стрим уже шел примерно 5 минут, и я тут начинаю заходить в игру, пацаны. Начинается самое интересное. Я начинаю заходить в игру, я открываю лаунчер, смотрю, у меня почему-то ник не указан, типа, я пишу свой ник, Кирилл Путбуль, получается, и начинаю нажимать играть. Нажал играть, у меня начинает загрузка, все загружается, но я не увидел одного очень важного момента, это то, что я начал заходить не на первый сервак, я начал заходить на четвертый сервак. И каким образом я спалил пароль, вы спросите? Ну, зашел ты на четвертый сервак, и что? А дело в том, что я начал вводить пароль, я смотрю на клавиатуру, потому что у меня новая клава, как бы, я не мог, как бы, написать, потому что я еще к ней не привыкнул. Я начинаю писать пароль, смотрю, получается, вниз на клавиатуру, и в это время мой пароль просто всем на сцене показывается на экране. На четвертом серваке у меня не стоит скрытие пароля, понимаете? На 0.1, я когда захожу, у меня стоит ММ персональной настройки и скрытие пароля, и там, когда я захожу, мой пароль не видно. А я же зашел на четвертый сервак, я не видел, и, получается, я спалил свой пароль. Я ввожу свой пароль, нажимаю Enter, а ничего не происходит, я не могу зайти в игру. И потом я просто вижу то, что я зашел не на первый сервак, я зашел на четвертый. Я быстро просто выхожу с игры, получается, выключаю экран, захожу на сервак, чтобы мое имущество никто не успел тронуть. Потому что на сцене сидело там, ну, 15-20 человек, и я не знаю, любой бы мог зайти, просто мой аккаунт там, продать бизнес в гос, продать мой дом в гос, машины в гос продать. Ну, короче, если бы я не успел бы вовремя зайти на аккаунт, скорее всего, что-то бы просто продали. Понятное дело то, что, когда игрок заходит в игру, и если у него айпишники не соответствуют аккаунту, то об этом скажет админам. Но не факт то, чтобы админы увидели то, что кто-то зашел другой на мой аккаунт. И не факт, чтобы они вовремя этого человека забанили. Получается, что я делаю, я просто беру, выключаю стрим, нахожусь все время в игре. Я не хотел выходить, потому что в любой момент кто-то мог другой просто зайти на мой аккаунт и все. Проходит буквально 5 минут, и я уже пытаюсь поменять пароль. Да, это тупо было с моей стороны, то, что надо было это сразу делать. Надо было сразу просто зайти на аккаунт и поменять пароль с телефона. Но я еще ждал минут 5 где-то, потому что я писал в репорт, чтобы меня забанили, чтобы больше никто на мой аккаунт не зашел. Если вдруг меня кикнет, либо еще что-то произойдет, чтобы все, меня забанили и все. И аккаунт как бы не доступен никому. Получается, я пытаюсь поменять пароль через телефон, у меня ничего не получается. Пароль уже кто-то поменял. Я пытаюсь поменять пароль в игре, тоже не получается. Типа, старый пароль не подходит. Мне пишет и все, я ничего не могу сделать просто. Я просто ничего не могу сделать, понимаете? В итоге все-таки я до админов достучался Спустя еще 5 минут И меня забанили Меня забанили 30 дней до выяснения Большое спасибо хотел бы сказать Трем администраторам А именно Это Илюха Путбуль Точнее Илья Путбуль Ему большое спасибо То что он меня услышал Он меня в форме состоит И он типа Меня спросил что случилось Я ему как бы ответил И он мне очень помог Если бы не Илюха Точнее Илья Ну короче вы поняли Если бы не Илья То меня бы Просто мне кажется не забанили Потому что я в репорт просто писал Забаньте меня и все Я думаю по такой причине Кто банить и будет Но все-таки Илюха как бы меня услышал И меня забанили 30 дней До выяснения Полон Моррис меня забанил получается За что ему большое спасибо Я не думал что я когда-то буду говорить спасибо За то что меня забанили Но в этой ситуации Я реально скажу большое спасибо Также большое спасибо Администратору Александру Егоров Он как бы забанил мой аккаунт Потом еще раз Потому что я попросил Я боялся что кто-то зайдет на мой аккаунт Потому что спецаблин получается меня разбанил А я об этом не знал И я попросил обратно выдать бан Потому что я не мог зайти на аккаунт Пароль не подходил Поэтому он меня забанил И потом брата разбанил Поэтому Илья Путбуль Аполлон Моррисон И Александр Егоров Вам большое спасибо За то что вы мне помогли Итак пацаны Давайте к самому интересному перейдем Получается Как бы мой аккаунт забанили Я себе ничего сделать не могу Почта тоже у меня не подходит Я пытался Через почту аккаунт восстановить Но почта у меня тоже не работала Я не знаю почему Либо из-за того что я в Украине живу Я не мог ничего сделать Может быть надо VPN было включать Либо еще что-то Но короче через почту У меня не получалось ничего сделать И в итоге я принял решение Просто пусть мой аккаунт будет в бане А я просто напишу на форум И спецадмины мне уже помогут Чтобы точно никто не зашел на аккаунт Как бы туда-сюда В итоге я написал в раздел Остремление по аккаунту Написал типа то что Вот я стримил Спалил пароль на стриме Случайно зашел не на тот сервак В итоге мой аккаунт взломали Помогите Но я тупанул Потому что я написал Изначально не по заявке Я так написал Албалды И конечно же Мне эту жалобу отказали Точнее эту заявку мне отказали Потому что Она не была написана правильно И мне сказали Напишите заявку еще раз По форме И скинули мне ссылку на форму Я пишу получается Обратно заявку На восстановление аккаунта Там нужно указать свой Получается Ник Сервак IP Скриншот IP сайта Нужно указать Город где я регистрировал аккаунт И где я проживаю И надо было еще написать С каком году я регистрировал аккаунт Ну и писать ситуацию В итоге я это все сделал Скинул еще вырезку со стрима Скинул скриншот То что меня забанили Это было где-то в 9 часов по МСК В 9 часов по МСК Я как бы все это сделал Кинул повторную заявку То есть уже вторую И спустя 2 часа Мне отвечает спецадминистратор То что ваш аккаунт восстановлен Пароль Как бы мы скинули вам Личное сообщение на форуме Я захожу в личное сообщение И там есть пароль Я сразу просто беру Беру просто Сразу захожу на сайт С компа Просто меня сразу же пароль Привязываю обратно почту Потому что мне почту отвязали Я ее обратно привязал Эту почту И поставил еще двойную защиту Унитификатор Как-то так он называется Но все-таки я взял Сделал полную защиту На данный момент у меня Почта привязана Новый пароль И стоит двойная защита Я еще думал Квк привязать Но я думаю Это будет лишнее Поэтому сейчас Мой аккаунт Максимальной безопасности Я надеюсь То что больше таких ситуаций Не произойдет Конечно вы скажете Блядь Кирилл ты сам виноват Как бы То что ты невнимательный Но я просто не видел То что я на 4 сервак захожу Я просто этого не видел Я не знаю Из-за чего Лаунчер вообще себя так повел Изначально Лаунчер просто Мой ник во-первых удалил Мне пришлось его заново писать И он меня кинул Сам на 4 сервак Я не знаю Из-за чего это произошло Но да Из-за моей невнимательности Я просто Почти проебал свой аккаунт Аккаунт Если кто не знает У меня как бы Непростой У меня это имущество На полтора миллиарда Понимаете Поэтому Если кто-то бы зашел Он мог бы сразу Дом просто в гос Слить Потому что дом Находится на рублевке Он стоит 70 лямов И так же На рублевке южного Находится мой бизнес Который находится рядом С моим домом Он бы мог тоже подойти Допустим И продать его в гос То есть Максимально было Все рискованно Если бы кто-то Зашел бы на аккаунт Поэтому Большое спасибо Администрации Большое спасибо Всем Кто меня поддерживал Вконтакте Кто интересовался Кто писал Кто спрашивал Всем реально большое спасибо Мой вам совет Если вы допустим Ютубер Лучше заранее Не показывайте экран Когда заходите в игру Потому что Все может произойти Ничего не предвещало беды Но видите Я вот таким образом Спалил пароль Своего аккаунта И такой же пароль Если вы не знали Стоял у меня на родине То есть на родину Кто-то мог тоже зайти Но никто не додумался Слава богу Туда зайти Потому что У меня что на родине Что на мазинге Стоял одинаковый пароль Но сейчас я уже Все поменял Поэтому все Надеюсь будет хорошо Вам я желаю Чтобы с вами Такое не происходило Чтобы вы Не попадали в такую ситуацию Как попал я Большое спасибо Всем админам Которые помогали Большое спасибо Пец администраторам Вот в этом случае Реально они красавчики Они быстро Просто сработали Они забавили Мой аккаунт И буквально Я записал заявку Через 2 часа Мне уже аккаунт восстановили Поэтому им большое спасибо Если что С данным проектом Я не сотрудничаю Поэтому Вы не думайте То что Блять Вот ты ютубер Тебе сразу помогли Нет пацаны Они хуй Ложили на то Что я у них снимаю Понимаете Я с ними не сотрудничаю Конечно Если бы я сотрудничал Скорее всего Это все произошло Бы намного быстрее И мне бы быстрее Аккаунт восстановили Но я считаю Что 2 часа Это и так очень быстро Поэтому Большое всем спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok